Бетонные работы на развязке Московского и Ракитовского шоссе завершатся не позже 15 июня, рассказывают строители. Осталось залить только две секции подпорной стены. Максимум через полтора месяца на объект должны прийти дорожники. По проезжей части закончено всё, получается 100%. Осталось закончить две секции подпорной стены. Небольшие работы остались по обратной засыпке Хатлована. Где-то что-то нужно подправить гидроизоляцию, выполнить защиту гидроизоляции и обратную засыпку. Это буквально вопрос времени, недели две, когда с погодой. Чтобы не допустить возможного подтопления тоннеля, в нём смонтируют канализационно-насосную станцию, которая будет работать в автоматическом режиме. Коммуникации для неё готовы на 80%. Такую же завершают на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова. Там готовность бетонных работ 100%. Всё и КНС-ка тоже перекрыто. Попробовали покраску на прошлой неделе. Краска идёт сейчас с Германии. Электрику тянут кабели, насосы, оборудуют КНС на Кирова. Все эти работы идут. Там в общем готовность путепровода в денежном выражении где-то ориентировочно 90-95%. Подрядчики рассказали, что дорожные работы ведутся пока с небольшим отставанием. Причина – в необходимости переноса значительного количества коммуникаций. Возникают проблемы с организацией тротуаров и велодорожек. Тем не менее, реконструкция Московского шоссе должна быть завершена до конца этого года. Редактор субтитров А.Семкин